Комбинированный извещатель, который уже в самом себе, а не в базе, содержит изолятор. То есть он может быть использован с базами без изоляторов для защиты линий. Его отличает, опять-таки, дизайн. Пластик у него абсолютно белого цвета может быть использован в тех помещениях, где, опять-таки, высокие требования в плане дизайна, и чтобы извещатели не выделялись на фоне потолков. Во всех извещателях, не только в этом, а во всех извещателях Panasonic фиксируется дата установки этого извещателя. И по прохождении 8 и 25 лет премноконтрольная панель получает сигнал от извещателя о том, что срок его эксплуатации достаточно большой, его нужно либо перепроверить в дополнительный раз, либо, соответственно, заменить. Для него есть отдельная база для установки. Это трехконтактная база, как у многих систем. Также абсолютно белый цвет, он не выделяется на фоне самого извещателя. Поскольку используются зажимные колодки, то монтаж его достаточно быстрый и не требует дополнительных инструментов. Есть отдельный разъем для подключения дополнительного шлейфа питания. Это может быть использовано, допустим, для внешнего индикатора. Опять-таки, может быть использован с различными типами кабеля. Ну, вот та база, о которой я говорил, со встроенным оповещателем, они чуть подробнее. Во-первых, в самом программном обеспечении при настройке системы мы можем выбрать одну из семи тональностей, из которых будет выдаваться сигнал тревоги. Мощность звукового канала 90 дБ. Есть режим пониженной мощности. Если, допустим, у нас линия достаточно большая и много устройств в шлейфе, для того, чтобы сэкономить энергетический бюджет по шлейфу, мы можем снизить мощность до 84 дБ. При этом у нас потребление упадет до 1,5 мА. Для сравнения, при 90 дБ это почти в два раза больше. Поэтому тут все зависит от того, позволяет ли нам место установки и помещений, которые охватывают данным звуковым оповещателем, снизить такую излучательную мощность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА